Делегация федерального уровня, представитель Министерства здравоохранения, Министерства спорта Российской Федерации, а также сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко с рабочим визитом посетили Зато-Александровск. Гости в первую очередь отправились в спортивную школу, а уже потом провели совещание по вопросам развития массового спорта и медицинского сопровождения юных спортсменов. В спортивной школе Снежногорска тренируется более 900 ребят. Для пловцов, баскетболистов, борцов и даже горнолыжников. Бассейн, оснащенные залы, современные тренажеры. Всего в Зато-Александровск три спортивные школы, которые посещают 3,5 тысячи юных спортсменов. Проблем с тем, что не найти секцию по душе не возникает. Вопрос в другом, не хватает медицинского сопровождения. Об этом глава администрации Зато-Александровск Семен Кауров уже сообщал сенатору от Мурманской области. Вопрос, который возник, а именно медицинское обеспечение спортивного резерва на этапе тренировочного процесса, после обращения главы муниципалитета, а именно Семена Михайловича Каурова, ко мне, был рассмотрен на экспертном совете по спорту, который существует при Совете Федерации. И в процессе ведения и подготовки к этому заседанию было выяснено, что это действительно проблема федерального уровня. И, конечно, очень важно, что сейчас, побывав здесь, мы увидели, что все условия для занятия спортом есть. Единственное, что необходимо организовать, и для того, чтобы это работало тренер, ребенок, занимающий спортом, и врач, это нужно выстроить. Президент Российской Федерации в мае прошлого года уже поручил открыть кабинеты спортивной медицины в стране. В Мурманской области на премьере ЗАТО принято решение опробовать модель медико-биологического обеспечения спортивной подготовки. Самый главный принцип медицины не навреди, и спорте он также применим. Этим занимает спортивная медицина. Именно работа этой службы в вашем регионе нас интересует. Мы хотим провести совещание, мы хотим сделать много полезных обсуждений, обменяться информацией, и для того, чтобы это все сложилось в одно целое, и для того, чтобы действительно спорт был только полезен и безопасен для наших детей. Задача спортивных врачей – выявить заболевания, если они есть заранее, до получения физических нагрузок, а также выдать допуск для поездки на турнир или чемпионат. Пока что для этой цели ребятам ЗАТО приходится ездить в областной центр. У нас действительно очень большое количество детей, которые занимаются спортом на ранних этапах, и мы сегодня вынуждены возить этих детей в Мурманск на специализированных автобусах, для того, чтобы они в диспансере медицинском проходили обследование. Так как этапы подготовки такой малышни, будем так говорить, достаточно непростые, поэтому, дабы исключить транспортную составляющую и безопасность при перевозке, мы хотим, чтобы у нас здесь был врач свой. На сегодняшний день специалисты-педиатры, которые работают в медучреждениях, зато могут только выдавать справки о допуске к занятиям на секции. Но это лишь первая ступень, говорят тренеры. На втором году обучения спортсмен получает обходной лист. В этом случае спортивные наставники и родители должны планировать поездку в Мурманск и не одну. Спортивная школа выдает вот такой лист, где он уже проходит несколько специалистов. Примерное время затраты на прохождение вот этого медосмотра около месяца. Я вам честно говорю. И как родитель, и как тренер. Для того, чтобы прошел он всех этих врачей, и после этого он должен вот с этим обходным листом осмотра нескольких специалистов еще съездить в областной диспансер, где поставят заключение спортивной медициной. По словам главы администрации Александровской, чтобы решить вопрос, зато готовы оборудовать кабинет спортивного врача. Но нужен специалист, который пройдет обучение и получит все необходимые разрешения. Сегодня, с учетом распоряжения президента и внимания к проблеме со стороны федеральных министерств здравоохранения и спорта, вполне можно рассчитывать, что через некоторое время юным спортсменам зато уже не придется ехать за всеми документами в Мурманск, пропуская занятия в школе.